Всем привет, с вами Дабгай, и мы продолжаем играть в Асманском империи в Виктория 3. В прошлой серии мы решили тут Грецию присоединить к нам, все-таки это наша национальная территория. Острова нам забыли добавить, либо посчитали, что ладно, пускай игрок забирает вот эту территорию, а грехом останутся вот эти острова. Выглядит очень смешно, но допустим, ладно. И здесь за них зашла Черногория, это окей, но вот за них зашла еще Австрия. Это уже не так окей, приходится нам под это мобилизоваться. Все наши армии, я сейчас немножко поперебрасывал на паузе, и ждем начала войны. Мы в целом более-менее готовы. У нас не так уж и сложно, я думаю, будет держаться. Нам главное пробить Грецию, пробить Черногорию, потому что у нас и там, и там есть аннексация. И потом просто держать фронт с Австрией, пока они не выдохнутся, и потом возможно контратаковать. Я на всякий случай добавил здесь еще пару коззабелей, вдруг мы победим. Тогда возьмем Далмацию и репарацию, но если нет, ну что уж тогда делать, нет. В Грецию, я думаю, мы точно с Черногорией должны кое-как забрать. Поехали. Еще у нас появилась первая помощь, смена первой помощи. По-моему, не меняет, ну не добавляет нам дебаф за перевооружение. Ну-ка. Да, временный модификатор здесь есть, а здесь, я правильно помню, нету. Так что мы это тоже обновляем. Должны дать мне некоторую нам, так сказать, некоторую помощь в битвах. И повысим немножко налоги, все-таки, ну, хочется сидеть в плюсовом балансе. Вот начинается война. Давайте посмотрим, что... Можно мне показать? Ага, она чуть-чуть была приблизить. Господи, у нас здесь атакуют, это наши союзники. Короче, надо после этой войны обязательно забить, забыть вообще и забить на все войны вокруг. И схавать наши варианетки, потому что они свои low-tech войска отправляют в битвы и наступают. И это очень неприятно. Есть, конечно, механика, невероятно, как это пофиксить. Вот так вот, но я не хочу этим заниматься во время войны. Я бы предпочел иметь либо приказ, чтобы они этого не делали, либо просто уже их аннексировать. Но приказа нет, так что придется только поаннексировать. Ну и да, мы, в принципе, в дефе хорошенько так австрийцев разваливаем. Сюда, видимо, они отправляют подкрепление. Здесь мы греков разваливаем. Вот так я пока нет подкрепления от Австрии. Ну, нормально. Здесь тоже, видите, статы хорошие. Все отлично. Волитовый, я подозреваю, что в Черногории мы можем вообще в атаку перейти. Попробовать, по крайней мере. Потому что здесь достаточно выиграть одну битву. Выигрываем одну битву, Черногория капает, все. И да, у них почему-то там аргиния была. Любопытный факт, который позволяет нам выиграть... А, нужно две, господи, две битвы выиграть. Ну ладно, выиграем вторую тоже. А здесь, смотрите, кажется, стало хуже. Перебросили сюда австрийцы побольше войск. Нас стало здесь не хватать. Нужно будет вот отсюда перебросить войска на юг, видимо. Но здесь в обороне нам все окей. Ну, хотя бы Черногорию мы выбили. И видите, в чем отвратительность этих... Блядь, марионеток. Потому что они вот сюда вот попадают вперед. И их войска адаптуют в первую очередь, а наши нет. Либо они все. Поэтому надо срочно вот это завершать. Я еще войску делаю сюда. Ну и надеюсь, мы сможем сейчас перевернуть это все. Должны. А вот и госшколы тоже приятно, но сейчас это не так важно. Черногория готова. Войска у нас пошли вот сюда. Отлично. И давайте попробуем здесь кодр атаковать сразу. Они атакуют первыми и сюда сразу закидывают подкрепление. Под неуверенными насчет подкреплений. И того, сколько мы тут продержимся. Так, это битва с севера, я понял. Но в целом теперь при равных числах должны мы нормально держаться. Только атаковать вряд ли получится. Хорошо. Ну, я так подумал. Давайте подстроим себе дополнительных войск. И давайте выберем территории, которые у нас точно будут... А, ну вот. В северной Фракии будут максимальные бараки теперь. Говорят, в таких ситуациях все указано на войну. Отменяем здесь вот эти все. И начинаем нереально сейчас застраивать казармы. О, а вот и выстка подъехала сюда. Ну-ка. Не успели они нормально атаковать. Поэтому давайте в оборону. Но фронт это чуть-чуть рассредоточит. А вот здесь вот вообще, видите, они убрали полностью войска. Опять-таки, пути и ишек неисповедимы. Но мы просто берем в этот момент, переходим в атаку, а здесь наоборот сваливаем. Сюда вот они, видимо, переводят. И при этом готовим сюда вот выставку как раз к этим парням. Только теперь сюда, а не сюда, чтобы точно... Я ожидал, что они высадятся здесь, но высадились, блин, здесь. Слишком близко. Нормально, в целом нормально. Здесь вот такая вот битва солидная. У них есть нормальная защита, но мы должны контратаковать солидно. А здесь наши союзники вот там, пускай они дефаются, да. Черногория сдалась, отлично. Здесь вот туда идет битва. Точнее, они здесь вот. Присходят периодические битвы, но мы в них, в принципе, нормально себя чувствуем. Только здесь плохой баф, но все равно побеждаем. Здесь авторицы просто теряют своих. И здесь сейчас у нас фронт объединился, надо опять в деф заходить. Опа, высадка готова. Раз провинция, два провинция. И три они отсюда свалили. Эх, как прекрасно здесь делать высадки. Ну-ка, давайте снова все переделываем. Здесь у нас держится. А здесь мы успеем еще, наверное, одну... Ладно, уже не успеем одну битву провести. Надо опять-таки сваливать отсюда. Причем авторицы перебросили войска, которые в данный момент находятся здесь в битве. Обожаю эту военную систему. Очередная войска. В этот раз я решил высадиться на острова. Я подозреваю, что с них меня будет чуть сложнее выбить. На самом деле, скорее всего, нет. Но самое главное, что опять они входят с этого фронта. И опять мы сейчас пойдем в атаку. После того, как закончится их атака вот здесь. А северный фронт они оставили, кстати говоря. Сейчас у нас битва закончится. Попробуем тоже здесь пропушить. Потому что... Да, 40 преимущества не просто так здесь показано. Вот здесь начинается битва. Насколько она успешная? Ну, успешная. Здесь начинается битва очень успешная. Отлично. Здесь все битва, но это вот удача им здесь пробиваться. Туда они 260 отправили своих тысяч, получается. Пускай там они что-то пытаться делать, пока мы пробиваемся здесь. Причем фронт разделился и еще успешнее мы начали пробиваться. Отлично. И они перебросили все войска обратно вот сюда. Ну что ж, в защиту здесь. И подправляем им что-то дополнительные войска, конечно же. Успеют. Не очень успели, но хватило на оборону. Нормально. Здесь же мы продолжаем идти. Мы вообще до Вены можем дойти там. Таким образом, случайно. Самое главное, нам вернут здесь наши территории, чтобы нам не капал потом баланс. Ну и потихоньку захватывать их территории. Потому что Австрия красится, посмотрите, каким прекрасным образом. Все войска у них вот здесь и вот здесь. Точнее, вот здесь. Супер. Надо бы вот здесь только перейти в оборону. К сожалению, нельзя сделать приказ после битвы уйти. Из-за этого, если вы вдруг пропустили этот микро-момент. Вот это сейчас еще есть немножко времени. А когда вот здесь вот полоска, то вам нужно буквально там за один день успеть нажать защищать фронт. Ой, смотрите, как мы глубоко заходим в Австрию. И да, битва за Вену пошла. Турки заходят в Вену, товарищи. Это вам не шутки. И здесь мы успешно их держим. Здесь успешно отбиваем наши территории. А здесь не очень успешно. Но успешно, я бы сказал, удерживаем здесь 68 бригад австрийцев. И Вена взята. Конечно, не захвачена. Территориально прям. Но оккупирована, по крайней мере. Меня это, в принципе, устраивает на данный момент. Еще и здесь, смотрите-ка, фронт посыпался. Надо тоже... Блин, здесь битва все это бесконечное. Надо тоже немножко сейчас войска будет поперебрасывать. И вот мы уже входим в Грецию. Очень успешно, очень хорошими шагами. В Австрию мы не особо заходим. Но мы уже взяли достаточно, чтобы из нее подсила просто не выходить. И, скорее всего, мы от Австрии получим и Далмацию, и репарации. А вот и Австрия была вынуждена капитулировать. Все-таки в Вене дворяне устали от оккупации и заставили... Кто у них там? Король, император. Кайзер. Заставили Кайзера подписать мирный договор. И теперь все наши войска могут спокойно перейти в Грецию и закончить то, что они начали. И вот... О, колониальная эксплуатация параллельно принята. И вот судьба Греции предрешена. Она возвращается в Османскую империю. Те страны, что пытались османов задушить, Россия, Австрия, Британия получили свое, и я бы скажу вам, по заслугам. Османы на коне. И нужно заниматься тем, о чем я и говорил, аннексией субъектов, потому что они очень много делают каких-то действий, которые мне мешают. Давайте начнем, пожалуй, с Египта. Страх у них минус 117. В теории они вообще могут сдаться. Никто их поддерживать не собирается. Надеюсь, они просто сдадутся, и мне надо будет мобилизовать армию. Я бы, по крайней мере, не хотел. И пока у нас все строилось, надо вспомнить про железные дороги, потому что у нас параллельно все строится, мы не останавливаемся. У нас уже 180, ну честно говоря, 110 тысяч инвестпула. И да, Египт отступается. Бам, давайте-ка ухудшать отношения сюда, пожалуй. И ухудшать отношения, наверное, давайте в Сербию. Надо начинать аннексировать эти тоже страны. И здесь у нас, видимо, перемирие все еще с Персией, верно? Да, так и есть, с 1962 года вот-вот закончится, кстати говоря. А мы в этой войне достроили наши бригады до 260. И мы теперь прям реально-реально солидная держава. Австрия очень жестко мобилизовалась. Несмотря на то, что у них было больше экономики и, казалось бы, ну, не бригад, извините, а батальонов. Так, они все равно поиграли. Так, у нас там новая партия. Промышленники к ним хотят вступить. Вопрос. Ага, с ними. Лучше без них, честно говоря. А, это отдельная партия из местных губернаторов. Забавно. Можно сделать что-то вот такое. И вроде все будет окей. Опять я тут смотрю, что даже если добавлять их в правительство, то что-то будет не хватать, опять-таки, одного очка, одной единицы до запрета рабства. Так что нам остается лишь сделать вот такое правительство. Я, кстати говоря, доволен. Четыре партии в нем состоят. И при этом оно легитимно. Очень круто. А здесь у нас образовалась партия свободной торговли. И губернаторов бы нам подавить, задушить надо до конца. А еще, пожалуй, я исследую фармацептику, чтобы наконец-таки сделать здравоохранение. Я не хочу делать благотворительные лечебницы, потому что они дадут плюс силу верующим. И не будет плюс два максимальных положения. То есть государственную либо индивидуальную надо ставить. Так, мы еще не богатые, то давайте государственную. А для нее нужна фармацептика. Так что поехали. А пока что из законов можно поменять, даже не знаю. Я бы сказал, расовую сегрегацию вместо нацпревосходства. У нас очень хорошие шансы на это. В чем фишка? Теперь станет от общего наследия. Я посмотрел, что у нас у турков за наследие. Это ближневосточное. То есть все вот эти вот территории, которые мы здесь завоевывали, население в них станет недискриминированным. Это хорошо. Это отлично, потому что дискриминация у нас потихоньку доприносит нам радикалов. Хотя здесь я почему-то их не вижу, и это странно. Это реально странно, но это точно было. Смотрите, кстати говоря, религия все почти обратилась. Но вот культуры, видите, здесь дофига. И, ну, сделать их недискриминируемыми было бы неплохо. Интересный план, точнее, ивент про план, который я первый раз вижу, честно говоря. Можно получить плюс ставку, минус золотый запас. Либо бафнуть консерваторов. А консерваторы типа окей, потому что это вооруженные силы. Но, честно говоря, не окей бафать улемов. Так что Османская империя получит награду. Дать их бы задушить до конца. Эх. Спередные выборы и партия свободной торговли получают, на самом деле, много голосов. И это мне не нравится. Что мы можем сделать в правительстве? Ничего лучше текущего, я вам скажу. Так что оставим, наверное, как есть. Реально получали голоса. Но, смотрите, там вот этот лидер, господи, как он им много дает, честно говоря. И, конечно же, голоса сейчас им дали много. В 54 года он еще будет жить достаточно много. Особенно учитывая то, что здесь правители под сотку живут вообще легко. Султан же у нас молодой. Молодой и поддерживает интеллигентов. Меня этот радует. А еще пора тут немножко ловляться вот этим. Давайте подключаем области. И даже нам хватает бюрократии, представляете? Отлично. Хотя мы тут приняли закон колонизации, но не колонизируем. Давайте начнем. Вот сюда выходить. Почему бы нет? Я не буду колонизировать вот эти всякие территории, да? Чтобы, ну, как бы было все достаточно красиво. Понятно, что я мог бы здесь, здесь, там, там поколонизировать. Буду придерживаться более-менее такой османской позиции колонизации. Здесь у нас теха для здравоохранения. Так что доделываем мы теху по культуре и идем в здравоохранение. Ура. Товарищи, опять-таки. Раз вся сегревация есть. С культурами теперь должно быть чуть-чуть получше. Дискриминация здесь тоже. Хотя здесь, опять-таки, не пишется, но раньше точно было. И в теории, честно говоря, вот видите, не дискриминируются. Как раз-таки очень хорошие проценты населения. Да, вот здесь вот, конечно, еще остаются проблемы, но уже получше. Ого. Смотрите-ка. Британия захотела Бахрейн себе захватить. А тут Россия так и говорит, нет. Нет, не дам. И знаете что? Я бы сам его захватил, блин. Мне потом будет неприятно выбивать стату британцев, но, судя по всему, придется потом. И пока они там заняты, давайте-ка персов немножко так подзахватим, да, казвальненько. Думаю, никто не будет против, пока они там за Бахрейн долбятся. Британия решила поддержать персию. Больные британцы. А, Бахрейн сдался, потому что вот в чем дело. А, революция? Что? Что? Что вы хотите? Нет, колоний. А, 53, я понял. Ребята, без проблем. Потом это все мы уберем. А что вы так раздосадованы? Чем? Ну, слушайте, не особо ничем. Видимо, там какой-то законы мне нравилось. Как раз таки, видимо, колонии. Надо будет подождать. Ну что ж, значит, спиртного решения не будет. Ну ничего, слушай, Британия, мы тут недавно тебя побеждали. Побеждали недавно Россию, Австрию. Ты не будешь исключением снова. А вот это уже не совсем по плану. Франция? А? Франция не состоит со мной в союзе, поэтому я не могу их позвать. Что? Почему? Нет. Почему я не могу позвать Францию? Может, возьми? Ладно, эта война будет опять-таки суровой. У нас 300 бригад. Видимо, здесь у нас сразу не были все заняты они. У нас выбраны сейчас? Да, они все заняты. Давайте сделаем здесь дикт, я бы сказал, лучшей жизни. Призыв, ладно. Чтобы сюда намегрировали. И в казарму, так сказать. Вообще, и на казарму тоже лучше, но ладно уже. Сейчас, слушайте, давайте так и сделаем. У нас там что стояло? Службы в Басре. Поменяем. И теперь еще и вот так. И сейчас будем гачебаситься с Россией, еще параллельно с, собственно говоря, Англией. Ну что ж, удачи нам и им, потому что мы так уже воевали и побеждали. Исключений не будет. И вот она, война началась. Здесь у нас дело так себе. Вот здесь вот на самом деле хорошо. Я даже попробую атаковать сейчас. А здесь тоже надо будет атаковать. Вот сюда возможно какие-то подкрепления закинуть. У нас не то, чтобы прямо особо они где-то есть. Единственное, что у нас вот этот парень на Балканах. Нет, вот следующий. Я не хотел бы поважать, потому что он губернатор, но придется, чтобы сюда больше войск зашло. Ну вот так мы, в принципе, готовы сражаться. Плюс у нас здесь флот, собственно говоря, рейдит, как обычно. И здесь мы пробиваемся, как и здесь. Посмотрим, что выйдет. Вроде как все выглядит нормально. Здесь все выглядит отлично, даже с дебафом. Так что окей. А здесь битва выглядит так себе. Здесь аналогичная ситуация. Сюда, видимо, подошли подкрепления. Подождите, это... Вот здесь британцы на Кавказе. А здесь и британцы в Персии. Понял, надо будет здесь защищаться. Что меня отдельно радует, то что здесь есть именно персидская армия. Следовательно, все они там. Можем попробовать здесь высадиться с нашим генералом, собственно говоря. Итак, я понял, что здесь через британцев мы не пропьемся. У них слишком жесткая защита. У них осколочная артиллерия, застрельщики. Еще и генерал на оборону. Укрепление уже есть. И концы на велосипедах в атаке. Так что мы здесь только в обороне можем сидеть. И слава богу, что британцы не атакуют. Это меня подводит к мысли, что пора бы уже рашить военные технологии, черт возьми. У нас уже есть застрельщики, но они подошли буквально недавно. Поэтому переключаться сейчас в войне мы уже не будем. Но тут в Персии здесь у нас все успешно. Так что Персия капнет. Там станет чуть попроще, я подозреваю. Смотрите, нет, они все-таки идут в атаку, но не сильно успешно. Все-таки слава богу. Пускай так все и продолжается. В Персии идет подкрепление из России. Не успеет оно вот на этот прок. Но вот на следующий, скорее всего, успеет. И это значит, что нам бы самим туда тоже что-то отправить. Кстати говоря, вот здесь я вижу, здесь нету британцев, значит, мы можем идти в атаку. А вот эти войска, вообще-то тоже все в атаку, пока они подошли подкрепление русским здесь. Они сейчас и подойдут, да? Да, тогда нет смысла. А вот это мне не нравится. Фронт объединился. И туда они атаковали. Из-за этого я не уверен, сможем ли мы, собственно говоря, здесь как-то что-то пысками так пробить, как в прошлый раз. И вот это надо даже ликвидировать окружение кое-как. Как бы думать, возможно, надо отсюда войска вывести какие-то. В целом у меня, кажется, были против никого, кроме Персии нету. Там в России есть. Британия в один момент на Белый мир выйдет. Британия станет попроще. И потом, я думаю, мы сможем вывести Россию или Персию и добиться второго. Вообще, сейчас нам может повезти, если вот сюда пойдет битва и смогут здесь вот они отбиться. То... Либо захватится вот это. Во, да, фронт разделится. Именно это мне и нужно было. Перебрасываем срочно туда то, что можем. Потому что они здесь успели вовремя сюда перейти. Так что сильно мы здесь не поколдуем. Ну, хоть как. Фронт разделился еще. Это все шансы для нас. Нужно только успеть туда зайти. И что-то позахватывать. И пока что здесь все идет отлично. Потому что фронт не объединяется. Вот сейчас уже не так отлично. Но сейчас нормально. Докупируем Персию. Хотя вот здесь вот ситуация так себе. Да, фронт полностью тут развалился. И мы пользуемся этими моментами, конечно. И пытаемся срочно все подобивать. И получается, слушайте, они не успевают дойти до всех точек. Вот это, кстати говоря, не суперидеально получилось. Но в целом нормально. И мы сможем пробиться там. И несмотря на вот это вот все чудо, мы сможем, я думаю, капнуть Персию. А с ней останется просто с Россией как-то до Белого дойти. А сюда вообще войска убрали. Сейчас будем ликвидировать вот это вот чудо. Это сопровождается российскими атаками в Крыму и в, собственно говоря, Кавказе. Ну, с такой себе успешностью, я бы сказал. Там вот в одну провинцию забрали, но не больше. Теперь себя пошла в минус. Ура! Получается, это работает. Здесь непонятно где битва. Вот там, судя по всему. Пускай она просто держит их войска. Пока мы пробиваемся там, где можем пробиться. Нормально, в принципе. И здесь уже у британцев проблемы со снабжением начались. Краиды на конвое все-таки как-то работают, видимо. А нас начали пробивать в Крыму, кстати. И в же момент я должен его брать. Нет, не получилось. Ладно. Остается только держать. Потеряли еще больше на этом. И мы без морали. Видимо, у нас скончаются люди в бараках. И некем их восполнять. Ну, ладно. Теперь мы сейчас аннексируем. Да, и фронт. Сейчас резко объединится. Против России мы в нуле. Россия в 36. Будем нормально сейчас дефиться. А, ну и, конечно же, будем мы сейчас еще выскеть делать. Потому что у нас освободился северный генерал. Освободился флот. Нужно выбить Россию. Британия, кстати говоря, все еще в войне. Вообще, я мог так-то попробовать в России еще что-то схватить. Но это было бы опасно. Поэтому нам пойдет на белый. Тем более, что во время войны добавлять новые косы были нельзя. Так, вот это уже пора отменять. Я надеюсь, селяне на меня слишком не злятся. Ну да, пойдет. А персы, кстати говоря, не отдыхают. Персы идут продолжать за нас воевать. На Кавказ. Нормально. Блин, и, судя по всему, у меня сюда войска не успеет, да, прийти. До битвы мы проиграем. И все на этом. Ну ладно. Здесь войска на позициях. Кто-то сейчас подрегенится. И надо обратно сюда идти. Вообще, до белого мира осталось чуть-чуть. Так что мы уже, я думаю, не проиграем. Войска сюда, кстати говоря, не удалась. Там еще был гарнизон. Ну, ладно. Ладно, ладно. Беломир. 0. Вот так. Ну что, товарищи, мы смогли аннексировать себе Египет, Персию. У Австрии отбить территорию Грецию. Я считаю, это очень успешно. И дальше мы продолжаем, я думаю, Аравийский полуостров есть. По ВВП мы поднимаемся солидно. Так, уже пятое место. Опять-таки, здесь есть между нами еще дистанция с Францией и Британией. Но по населению у нас 40 миллионов. У них 45. Так что нам осталось лишь это население отправить на фабрики. Ну и как-то немножко подкачать их. Эти фабрики. Хотелось бы мне... Кстати, давайте сделаем сразу вот так, чтобы об этом не забыть в будущем. Хотелось бы мне получше тихие подкачать. Да, здесь все-таки осадной артиллерии. Возможно, траншейная пехота уже. Но так как мы вот эту сложную войну уже прошли, а следующие войны сложными вряд ли будут, потому что сюда... Здесь уже как-то мы сможем победить. Треполитание. Тунис. Здесь закатаем как-то уже, да. Вот эти, возможно, будут сложными, но и вот эти будут несложными, потому что, опять-таки, сюда нормально перекинуть войска никто из мажоров не сможет. А обороняться мы можем и текущим техам. Тем более, мы сейчас апнулись до застрельщиков. Это еще плюс. Есть к защите, плюс восстановление. Короче говоря, отлично. Вот. А с вами был Дабгай. Подписывайся, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok